Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. А снег идет! Дирекция благоустройства Рязани к очистке тротуаров и переходов привлекает дополнительные силы. Имени Виктора Иванова. Рязанским художникам вручили стипендии и медали. Грибной сезон. Символов Рязани станет больше. Коммунальные службы Рязани продолжают расчистку пешеходных переходов и тротуаров. Бригады мехуборки работают на улицах Цержинского, Чапаева, в сквере имени Молодцова на площади 50-летия октября. Остановки чистили на улицах Есенина, Новаторов, Юбилейной, Крупской. По прогнозам, впереди снегопад. И на все изменения погоды дирекция благоустройства готова реагировать оперативно. На улицах Рязани настоящий аврал. По ночам на уборку и вывоз снега выходят больше 100 единиц спецтехники. Первые дни декабря были снежными, дальше осадков будет еще больше. Впрочем, ко всем изменениям коммунальные службы готовы. В зиму они входят во всеоружие. По вывозу снега уже поставлен рекорд. В период выпадения снега нашей задачей является не только ликвидация скользкости на проезжей части, но также вывоз снега. Работы выполняются в основном в ночное время, но и в дневное время на тех участках, где возможно выполнять, мы вывозим снег. За неделю вывезено более 20 тысяч кубометров снега. Все работы по уборке улиц Рязани от наледей и сугробов под пристальным взором специалистов ревизионно-контрольного управления. По части соблюдения правил благоустройства города у них сегодня есть все полномочия, в том числе и по выписыванию штрафов. За 8 дней декабря и за ноябрь уже в рамках профилактической работы мы выдали хозяйствующим субъектам более 3,5 тысяч уведомлений о необходимости уборки прилегающих территорий. Провели более 2 тысяч выездных обследований. По всем фактам выявленных нарушений мы выдали предписания с указанием сроков их исполнения. Радует то, что большинство хозяйствующих субъектов эти предписания выполнили. Привели свою прилегающую территорию в надлежащее состояние. Но есть и те, кто их не выполнил. К ним мы применили меры административного воздействия. Штраф за неисполнение предписаний для юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Мониторинг улиц и дворов сотрудники контрольно-аналитического управления проводят ежедневно. Так что побыть в стороне в снегопад вряд ли у кого получится. Двум рязанским художникам вручили именные губернаторские стипендии и памятные медали Виктора Иванова. Напомним, именные стипендии учредили в июле 2021 года. Сегодня, помимо вручения наград, прошло и открытие выставки работ стипендиатов. Это сейчас в работах Кристины Степановой много натюрмортов и природы. Первое – постановочные работы в художественной школе. Второе – дань уважения любимому художнику Ивану Шишкину. А начиналось все со вступительного экзамена по теме сказки. После менялись и работы художницы, и ее взгляды. От простых натюрмортов к недосказанности в работах, попытке дать зрителю самому домыслить картину. С ВАИ-16 Кристина уже лауреат всероссийских и международных конкурсов. Вся жизнь рисования с самых малых лет. Потом шесть лет художественной школы, где меня развивали много раз одно и то же. Ты рисуешь, но ты это повторяешь, и со временем у тебя становится лучше. Что-то ты узнаешь от преподавателей, большую часть ты узнаешь от преподавателей что-то. Познаешь больше уже из окружающей среды или других каких-то дополнительных материалов. Если тебе это интересно, ты достигнешь большего и лучшего. Натюрморт на морскую тему – картина для Кристины Степановой особенная. В последний год обучения здоровье у художницы подкосилось. Помогали преподаватели, всячески поддерживали девушку морально. Как только появились силы, она и написала этот натюрморт. Говорит, получилось ровно так, как и хотела. Теперь она студентка Рязанского художественного училища имени Вагнера. Я очень сильно люблю то, как выглядят люди. И в училище тоже с основной целью я поступала. Понятное дело, что во всех сферах развиться по своей специальности. Но я вот жду второй курс, когда начнется анатомия, чтобы обучаться именно тому, как рисовать человека. И уже через людей передавать то, что я чувствую, то, что я вижу и то, что я хочу передать другим людям. Портреты как раз выставлены в другом зале галереи Виктора Иванова «Земля Рязанская». Это работы Натальи Лариной, другого лауреата, стипендии губернатора имени Виктора Иванова. Она закончила художественное училище имени Вагнера. Теперь преподаватель в детской школе искусств номер 9. В своих работах чаще изображает родных, младших сестер и брата. Я писала с натуры. Ко мне в мастерскую приходили мои младшие сестры. Но диплом дается где-то около двух месяцев, трех. Конечно, они были не очень довольны. Я их заставляла и на протяжении всей учебы мне позировать. Они от этого периодически уставали и были не рады. Но в целом всегда старались меня поддерживать. Выставка работ стипендиантов будет работать до 18 декабря 2023 года. Это больше 40 портретов, натюрмортов, фигурных зарисовок и других картин. Для нас Рязанская область не просто близкий сосед Москве, но и регион, который часто находится в тени столицы. Так что важно нам посмотреть не только на достижения в высшем образовании, но и на проблемы, которые в вузах есть. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев. В Рязани он побывал с рабочим визитом. Мы с вами находимся в Центре космической технологии, на базе кафедры космической технологии, в фоне пункта «Почтетная техника» и кафедры радиотехнических компаний. То есть работа ведет с настройкой радиостроения и программной обеспечения. Рабочая поездка заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева началась с посещения рязанских вузов. Цель поездки – познакомиться с работой и достижениями местных высших учебных заведений, а также обсуждение имеющихся проблемных вопросов и вариантов их решения. Оценка Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина положительная. Дмитрий Афанасьев добавил, что это центр компетенции федерального масштаба и подчеркнул, что есть много интересных достижений в научной и образовательной сфере. Он посоветовал активно продвигать разработки вуза и участвовать в федеральных проектах. По счастью, у нас в Рязанской области представлены все направления буквально. И везде очень серьезные школы, серьезные вузы. И, конечно, надо им сейчас оказывать дополнительную поддержку, дополнительно их развивать с учетом тех запросов в обществе, в экономике, которые сегодня существуют. Мы видим, что спрос на специалистов сейчас просто колоссальный. У нас в регионе большое количество инвестиционных проектов. И главная проблема сейчас уже даже не в привлечении инвестиций. У нас действуют индустриальные парки, специальные площадки, строятся предприятия, запускаются предприятия. Самый главный вопрос – это квалифицированные кадры. И, конечно, здесь у вузов ключевая роль. И сейчас нужно очень быстро меняться и соответствовать тем запросам, которые есть. Дмитрий Афанасьев посетил также РГУ имени Есенина. Встретился со студентами, познакомился с деятельностью вуза. Заместитель министра науки и высшего образования России отметил, что в Рязанской области налажено эффективное взаимодействие между образовательными учреждениями, органами власти и производством, что позволяет вести активную целенаправленную работу по подготовке специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. «Информатизация – один из способов развития региона. Но проекты нужны не для галочки. Не надо гнаться за количеством. Главное, чтобы они приносили реальную помощь людям». Об этом на заседании правительства заявил Павел Малков. В Рязани работали координаторы проекта «Цифровая Россия» из 40 регионов страны. И по итогам форума губернатор принял ряд важных решений. «Нам не нужна цифровизация ради цифровизации. Необходимы проекты с вполне конкретным результатом. С этого начал обсуждение итогов визита в Рязань координаторов «Цифровой России» Павел Малков. У каждого проекта, по его словам, теперь должен быть четкий функционал. Безопасный город, медицинская информационная система, электронная цифровая карта – эти платформы приносят сегодня реальную пользу жителям области. В этом же цифровом ряду будет и новая антинаркотическая инициатива. Мы в пятницу на заседании антинаркотической комиссии сделали простое предложение, сформулировали, которое должно помочь в борьбе с распространением наркотиков. По аналогии с приложением «Радар.НФ», которое тоже мы здесь уже обсуждали на заседании правительства, я тогда рассказывал о нем, но мы предложили сделать сервис, который позволит сообщать о рекламе распространителей наркотиков. То есть увидели где-то на улице, сфотографировали, отправили фотографию с геоточкой, ну и, соответственно, службы должны приехать и оперативно принять меры». Конкретно за этот проект теперь будет отвечать Минцифры. Губернатор попросил предоставить план реализации проекта в самое ближайшее время. Кроме информатизации актуальными темами, в регионе по-прежнему остается уборка улиц от снега и развитие федерального проекта «Чистая вода». Обо всем этом на правительстве говорили предметно. Очередной этап федерального проекта «Чистая вода» в Рязанской области на финишной прямой. В начале года власти заявляли о строительстве в регионе 10 объектов, на сегодня завершены 7. Время еще есть для подрядчиков в Пронске и Чучкове. Впрочем, там, по словам министра ТЭК и ЖКХ, остались небольшие технические детали. «Там работы, в общем-то, физически закончены тоже. Остаются сейчас приемы сдаточные, соответственно, испытания, пуска-наладка, ну и, соответственно, прием к стройкотролям. То есть, ну, в общем-то, рисков мы здесь не видим. Сейчас срок 15 декабря – это срок подготовки всей отчетно-исполнительной документации для сдачи объектов по Пронску и по Чучкову. По остальным объектам, соответственно, данные процедуры уже проведены». Обильные снегопады в Рязани стали настоящим вызовом для коммунальных служб. Прогнозы для города и области не сказать, чтобы радужные. Декабрь, по словам губернатора, будет снежным. Впрочем, координация работ по уборке снега выстроена. Все изменения до Павла Молкова доводят, как он выразился, в режиме фронтовых сводок. Основной акцент – уборка тротуаров. Ежедневно у нас задействованы всего техники на уборке около 140 единиц. Большое спасибо хотел бы сказать нашим предприятиям города Рязани, которые дают на дополнительную технику, на расчистку тротуаров. И большое спасибо правительству. Мы получили субсидии на закупку дополнительной техники. В этом году мы закупим два чистика и еще четыре бубка. И еще два чистика за счет собственных средств мы закупим в январе месяце. Поэтому мы сейчас готовим механизаторов, чтобы усилить работу. За этот период уже было вывезено около 9 тысяч тонн снега. При этом скажите, что это рекорд и насколько он больше предыдущего рекорда? Ну, всегда к этому периоду ежегодно средняя цифра была 3 500. На правительстве речь также шла об оказании высокотехнологичной медпомощи и подготовке специалистов для работы на поступающий в регион современно-медицинском оборудовании. В этом году системно обновили КТ в райцентрах и поставили больше десятков флюорографов и рентгенаппаратов. Простое оборудование нет. Партнер программы «Неделя города. Икра и рыба Камчатская». Выставка продажа свежих и вкусных морепродуктов возле торгового центра «Круиз» до субботы включительно. В региональном правительстве награждали волонтеров. Сегодня в добровольческую деятельность в Рязанской области вовлечено более 95 тысяч человек. Знаки отличия выдали 49 волонтерам. В каких сферах активно помогают рязанцы, расскажем в следующем сюжете. За вклад в развитие культуры, за поддержку бойцов в специальной военной операции, за помощь детям-инвалидам. Почетный знак губернатора Рязанской области за это в нашем регионе выдают с 2018 года. Сегодня честовывать тех, кто внес огромный вклад в развитие волонтерской деятельности, уже добрая традиция. Самое главное, что добровольцы сейчас участвуют абсолютно во всех важных делах, мероприятиях. Это и поддержка участников своих близких, это забота о старшем поколении, забота о жителях и семьях, которые нуждаются в каким-то причинам в особом внимании. Это работа с молодежью, проведение социально важных, значимых мероприятий, акций, многое-многое другое. День добровольца – праздник, который установили указом президента Владимира Путина только шесть лет назад. Хотя у волонтерского движения в России давняя история. Сейчас добровольческая деятельность в нашей стране развивается во всех сферах. На самом деле, очень много деятельностей мы связаны было именно с художествами различными, которые мы в городе создавали. То есть, это и фестиваль «Город в красках», который у нас, по-моему, уже три года идет. Это в этом году, это поездка в Херсонскую область, в наш подшефный район, там рисовали, большой мурал сделали. Это помощь в пожарах, это, ну, в общем, все, что можем, делаем. Почти с первого дня изготавливаем для бойцов наисового печи. Совсем недавно начали делать нагревательные баки, чем очень порадовали ребят, облегчили им жизнь. Дали дополнительный нагруз к себе, но, тем не менее, справляемся. Каждый волонтер – это человек с большим сердцем. Ведь за добровольческую деятельность главная награда – это польза обществу и благодарные отклики. Если честно, я в своей жизни, ну, чем занималась. Я убирала из сквер на протяжении долгих лет. Я… у меня есть награда за борьбу с ковидом. Я работала в красной зоне УКРБ в течение восьми месяцев. Это было служение. Вот это направленность, которая со мной на протяжении 12 лет, именно в педагогическом плане. Я нуждаюсь сама в этом, прежде всего. У каждого из добровольцев своя история, из-за которой они встали на путь волонтерства. Но всех этих неравнодушных людей объединяет одно – безусловная любовь к ближнему. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Доме общественных организаций состоялся круглый стол по теме «Культурный код современной России. Преемственность традиции или торжество симулякров». Эксперты в области богословия и сектоведения выступили с докладами и обсудили истории подмены русской культуры и современное российское неоязычество. Доктор философии Александр Дворкин начал с наиболее распространенных фейков современного неоязычества. Представители этой веры с их точки зрения возрождают утраченные ритуалы своих далеких предков. О прошлом и настоящем неоязычники по сути создают мифы, которые далеки от исторической действительности. Главный фейковый аргумент подобных сект, по словам Александра Дворкина, в том, что язычество, дескать, бытовало на Руси еще до появления православия. «Были прозрозненные племена – поляне, древляне, вятиче, кривиче, чуть, меря и прочие племена, которые друг с другом враждовали, которые верили в самых разных богов и которые постоянно выясняли отношения друг к другу. Поэтому, соответственно, коль скоро нам говорят о традиционности язычества для русского народа, ну тогда нужно спросить, которое язычество самое традиционное – язычество полян или язычество древлян». По словам доктора философии, главная задача всех неоязыческих сект разделить народ изнутри. Неважно в какой стране, в России единственная традиционная религия – православие с ее ценностями и обычаями. «Русский народ зародился в купеле князя Владимира. То есть, понятно, что это было, то есть, это вот, собственно, рождение русского народа. Понятно, что это не одномоментный процесс, это не одномоментное событие, это процесс, который занял века, постепенно, но вот из этого, постепенно, благодаря православию, все эти раздрозненные племена, они сливались в единую такую вот этнокультурную общность, которая стала русским народом». Протоирей Александр Новопашин сравнил неоязычество с нацизмом. Даниил Крапчунов рассказал об историях подмены русской культуры. Ирия Александр Кузьмин изложил свою глобальную теорию о том, что неоязычество в современных реалиях угрожает национальной безопасности. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани этой осенью появились новые грибы с глазами, добавились «Дозорный» и «Художник», авторы проекта Василий и Полина Горбуновы. Первая жанровая композиция скульпторов появилась еще в 2013-м в парке у областной филармонии. Проект курируют краеведы, а места установки согласовывают с городскими властями. Будут ли новые уличные экспозиции, расскажем в сюжете далее. Гриб «Дозорный» – художник-скейтер. В Рязани сейчас 13 подобных скульптур. Каждый персонаж входит в туристический маршрут нашего города и представляет собой отсылку к какому-либо историческому факту. Впоследствии Управление культуры подхватило эту тему, поскольку она завязана с туризмом, с привлечением туристов. Было такое сначала в экспериментальном порядке несколько грибов. Пока выяснилось, что тема интересна людям, и туристы с удовольствием включились в эту игру. И вот потихонечку, периодически наращиваем что-то за счет средств и как раз за счет развития туризма и украинской культуры, что-то на частные инициативные средства. В Рязани грибы с глазами, выражение у которого много версий происхождения. Согласно одной из них, так говорили еще в 14 веке. Тогда золотордынцы часто совершали набеги на пограничное, Рязанское и Нижегородское княжества. Путь через наш регион был самым коротким на Москву. Поэтому борьба с захватчиками на границах княжеств была усилена. И жители Переяславля-Рязанского даже придумали свою собственную систему наблюдения по грибам. Их разделили на два типа – спящие и говорящие. Спящими называли целые грибы, а говорящими – те, которые ордынцы срезали, чтобы сварить или случайно сбивали. Жителям нашего княжества трогать грибы в пограничных районах было запрещено, чтобы наверняка вычислить путь вражеских войск. Прежде всего, место диктовало, потому что именно в рамках туристических маршрутов они должны быть привязаны к каким-то точкам, которые имеют за собой историческую основу какую-то, на что можно опереться. Ну и вот с этого отталкивались, советовались с краеведами, определяли, где что может быть, и, соответственно, появились первые вот эти грибы. Да, в каждом грибе есть QR-код, который рассказывает историческую какую-то справку о том месте, в котором он стоит, чтобы было интересно. Не просто так гриб, он там каждый тематический. 12 уличных экспозиций в миниатюре, а вот 13-е – самое первое. Полноразмерный памятник официальному символу Рязани. Его поставили 10 лет назад на деньги спонсора. Проект поддержала региональная администрация. И такие вот бронзовые грибы теперь встречают гостей и жителей областного центра во всех знаковых местах нашего города. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Вековой юбилей художественного музея продолжают праздновать в городе. Летняя череда приуроченных к празднованию выставок завершилась в музыкальном театре торжественным вечерним мероприятием. В музее сформировалась уникальная коллекция картин, гравюр, произведений декоративно-прикладного искусства авторов с мировым именем, в том числе рязанских художников. Экспозиционная работа музея также вызывает восхищение, ведь посетителей сотрудники ежегодно знакомят с шедеврами современного искусства, с частными коллекциями. За годы выстроились теплые отношения с музеями разных регионов и с частными коллекционерами. Добрый день, меня зовут Мария, и я рада поместовать вас в Рязанском художественном музее. В ближайшие полтора часа мы познакомимся с вами с удивительной коллекцией русского, западноевропейского искусства, живописи, трафики, декоративно-прикладного искусства и небольшой, но очень значимой коллекции древнерусского искусства в рязанских земель. Такими словами я каждый день встречаю наших экскурсантов. Для меня это привычная работа, но, поверьте, в ней нет никакого шаблона или однообразия. Ведь в этих просторных и светлых залах я окружена настоящими сокровищами, которые созданы человеческими руками. Сотрудникам музея вручили памятные знаки губернатора Рязанской области за усердие, почетные грамоты и благодарности. Юбилейный праздник украсили камерный оркестр Рязанской области и солистка Рязанского областного музыкального театра Алена Селивестрова. Художественный руководитель оркестра заслуженный работник культуры Сергей Проскурин. Напомню, музей образован 30 марта 1913 года. Коллекция пополнялась за счет дарителей и участников выставок. В 1915 году музей передали городу, в том же году прошла первая выставка. На ней было представлено 72 экспоната. Сейчас фонды музея насчитывают более 15 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства 15-20 веков. Выставка продажи икра и рыбы Камчатская вновь приехала в Рязань. Она работает рядом с центральным входом торгового центра Круиз. Здесь любители морских деликатесов могут приобрести вкусную и полезную продукцию. Каждый раз у павильона икра и рыбы Камчатская очередь все больше. Кто-то уже давно стал ярым фанатом рыбных деликатесов. Все же выставка продажи приезжает в Рязань далеко не в первый раз. И постоянные покупатели уже знают, что выбрать. Например, чавычу, которую еще называют царицей морей. Мы икру купили, белорыбецу и чавычу кусочек. Уже несколько раз покупаем. Очень вкусно. Витамины, микроэлементы, омега-3 в обязательном порядке нам. Таким пожилым людям обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень-очень приятно, что такая забота о нас. Чавыча, белорыбеца. Рязанцы могут выбрать любую понравившуюся рыбку из богатого ассортимента. 35 наименований. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. Я икру беру. А почему икру? Новый год же на носу. Главное блюдо. Новый год. Все-таки праздник большой. Новый год. Прошлый приезд был их. Я покупал их и красную икру, и рыбу красную, и белую красную. Нас всех удовлетворили. Рязанцы рассказали, что выставка эта привлекательна и потому, что любую рыбку или икру можно попробовать. Выставка продажи икра и рыба «Камчатская» расположилась у торгового центра «Круиз» рядом с центральным входом. Будет работать до 9 декабря включительно. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Это свершилось! Камчатские делегатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 4 по 9 декабря у входа в ТЦ «Круиз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова